Девушки отдыхают Папа! 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 Что случилось? Я ничего не вижу. Как ничего не вижу? Я ничего не вижу. Посмотри на меня, доченька. Я вообще не вижу. Да не можешь такого быть? Я не вижу. Посмотри на меня. Папа, ничего не вижу. Однажды утром Ульяна проснулась и не увидела привычных вещей. Только белые пятна перед глазами. Я не знаю, что произошло тогда в то утро. Особых проблем со зрением раньше у меня не было. Так носила в классе втором очки, но это было совсем недолго, я об этом практически забыла. Вот тут я просыпаюсь утром и понимаю, что практически ничего не вижу. Перед глазами непонятные размытые пятна. Все размытое. Я думала, что умоюсь и станет лучше. Но проснувшись на следующее утро, я поняла, что мне стало еще хуже. Мне было больно смотреть на свет. Я видела только силуэт. Поэтому мне приходилось одевать черные очки, чтобы было лучше видеть. Я как раз училась в 11 классе. И накануне было последнее тестирование по английскому. И в тот момент я думала только об одном, что все мои мечты, все, что я хочу достигнуть в жизни, о чем я мечтаю, мои планы, все рушится. И тогда я думала только об одном, что я должна сдать это тестирование. Вместо того, чтобы поехать на следующий день в больницу, я поехала в школу, ставить тесты. Поэтому, несмотря на явные признаки болезни, Ульяна с отцом пошли не в больницу, а в школу, сдавать тесты по английскому языку. Я написала тесты, ставила крестик напротив любого варианта, потому что я не видела даже вопроса, который задавался. Я так по-детски верила, что я помолюсь, и Бог мне поможет написать этот тестирование. На следующий день Ульяна с отцом все же пошли в больницу. Со страхом девушка ждала свою очередь. Когда же врача начала проверять состояние ее зрения, Ульяна не могла назвать даже самые большие буквы. Я с ужасом ждала диагноза. Пока доктор писала, я сидела и ждала. Я не помню, что она сказала тогда, но единственные слова, которые я запомнила, которые врезались в мою память, это если не начать срочное лечение, то последствия могут привести к полной потере зрения. Как можно планировать будущее, когда уже почти ничего не видишь? И с каждым днем зрение все хуже и хуже. И только память помогает рассмотреть до боли знакомые предметы. Я не могу полностью объяснить, что я чувствовала в тот момент. Наверное, это был просто страх. Страх и бесконечные вопросы, которые я задавала себе. А что будет со мной, если я останусь слепой? Что будет с моей жизнью, если ничего не изменится? Какое будет мое будущее? Несмотря на то, что я находилась уже долгое время у больницы, результатов не было никаких. Я видела мир вокруг, как через грязное стекло. И результаты с каждым днем становились все хуже и хуже. Ульяну везут в Николаев. Впереди несколько недель в областной больнице. Опять капельницы, уколы, таблетки и надежда. Точный диагноз врачи не могли поставить. Не могли определить, что происходит. Постоянно собирали консилиумы врачей, обсуждали. Посылали меня то к другому доктору, тому, то к другому. Не могли определить. Один говорил одно, второй говорил другое. Бесконечно посылали сдавать различные анализы, от которых толку было просто малой. Постоянная темнота перед глазами принесла ощущение одиночества. Ульяна понимала, что когда ее сверстники будут учиться, работать, создавать семьи, она будет учиться жить без зрения. Я чувствовала одиночество, размышляла над своей жизнью постоянно, задавала различные вопросы. И когда находилась в больнице, уже когда время прошло, я поняла, что результатов нет никаких. Я начала смиряться с той мыслью, что, возможно, я никогда больше не буду видеть так, как видела раньше. Ульяна выросла в верующей семье. Поэтому молиться, рассказывать Богу о своих проблемах, дочь научила с детства. Верила она и теперь. Но потеря зрения стала слишком большим испытанием. Ей всего 17. А впереди неизвестность. Я постоянно разговаривала с Богом, размышляла над своей жизнью, и вспоминала моменты, когда говорила «Хочу то, это не хочу, хочу другое». Может, думала, что-то лучшее. Тогда, в тот момент, я просто просила Его о том, что «Нет, Господи, я ничего не хочу, я хочу быть здоровой, я хочу видеть». И в тот вечер я молилась и просила Бога о чуде, о чуде исцеления. Ульяна проснулась и, казалось, ничего не изменилось. Она почти ничего не видит. Но изменения были. Теперь она верила, что выздоровеет. А эта болезнь должна ее чему-то научить. И даже кому-то помочь. И не ошиблась. Как-то ночью Ульяна услышала детский плач. В соседнюю палату положили женщину с сыночком. Трехлетнему мальчику выбили глаз, и он был в тяжелом состоянии. Несчастная и растерянная мать не находила себе места. А Ульяна не знала, кого сначала успокаивать. «Тогда я поняла, что у людей есть проблемы хуже моих. У кого-то что-то страшнее есть. И когда я смотрела на этого мальчика, мне настолько было его жалко. Я так пыталась с ним поговорить, утешить его. Он постоянно плакал. Мама его тоже постоянно плакала. Она не могла определиться вообще, что происходит. Была в шоковом состоянии. И старалась поддерживать ее, как могла». Говорят, несчастье объединяет. А когда сочувствуешь другому, то становится вдвое меньше. Уделяя внимание больному мальчику и его матери, Ульяна постепенно забывает о собственном горе. «Постоянно мне хотелось как-то подбодрить их, что-то им такое сказать, чтобы стало легче. Потому что я понимала, что очень сложно было и находиться в больнице с маленьким ребенком и одной. В тот момент как-то мои переживания, то, что происходило со мной, отошло и в другую сторону. Я стала больше думать об этом мальчике, о том, что будет с ним дальше». Чудо! Здоровье Ульяны не улучшилось. А она чувствовала себя даже счастливой. Да и родители узнали о больнице в Одессе, в которой могли бы спасти зрение дочери. Но ходили слухи, что попасть туда непросто. «Родители решили забрать меня в Одессу, в поликлинику Филатова. И перед отъездом врачи мне начали говорить Николаеву, что там тебя ни один доктор не посмотрит без денег. Да там медсестра не даст тебе укол, если ты не заплатишь. Или даже убойщицы говорили, что там платье не уберут, если ты не заплатишь. Мы молились, и когда приехали в Одессу, я за день прошла все анализы, которые в Николаеве за две недели. Это было настолько благословением Божьим, просто явно видела его руку в своей жизни. Меня посмотрел сам профессор, на прием, которому очень тяжело попасть. А моя лечащая врач в отделении настолько заботилась обо мне. Приходила ко мне после каждой процедуры, спрашивала, как я себя чувствую, а покушала ли я. И стало мне легче или хуже. Постоянно спрашивала меня. Настолько я чувствовала, что Бог рядом со мной. Павлик с матерью остались в Николаеве. Ульяна же скучала по ним. И через несколько дней его мама позвонила ко мне, все в слезах. И стала говорить, что результатов нет никаких, лечение напрасно, и она не знает, что ей делать дальше. Говорят, что будет еще одна операция, но результатов не гарантирует, что будут хорошие. И тогда я недолго думая сказала ей, оберите Павлика и езжайте ко мне в Одессу. Я договорюсь с доктором, который смотрел на меня, и она посмотрит Павлика. Она тоже недолго думала, она сразу сказала, хорошо, мы приедем. Положив трубку, Ульяна поняла, что поступила действительно смело. Павлика могли и не принять в Одессе. Много больных, да главному врачу попасть действительно сложно. Но девушка верила, и не напрасно. Они приехали в Одессу, их осмотрел доктор и оставили на лечение. Пристоит еще одна операция. У него был выбит глаз, и результата, то, что ему вообще оставят, не было. Что он останется с глазом. То, что он не будет видеть, это было однозначно. Его мама постоянно плакала. Мы молились вместе с ней. И Ульяна теперь просила Бога не о себе, а о мальчике. А когда молишься о другом человеке, то на свою болезнь не обращаешь внимания. И твоя вера сильнее. Я верила, что эта операция пройдет успешно. И этот один процент, который из ста, что все будет хорошо. Прошел еще месяц, но Ульяна уже не замечала время. У нее было много дел, процедуры, общения с Павликом и его матерью. Я тогда поняла, что все, что не происходит со мной, это не напрасно. Именно тогда, когда собственная проблема стала для Ульяны не такой важной, произошло чудо. Однажды, проснувшись, девушка поняла, что четче видит предметы. Более того, взяв в руки Библию, она смогла рассмотреть даже буквы. Очередное утро, когда я проснулась и открыла Библию, я поняла, что начинается прозрение, что я начинаю видеть. Хотя эти буквы были еще размытые, но я понимала, что они там уже есть. Если я раньше видела просто белый лист, то уже я видела, что они там есть. И настолько я была благодарна Богу. Это была такая радость для меня, потому что я поняла, что если сейчас стало лучше, значит дальше будет еще лучше. С каждым днем ее зрение становилось все лучше и лучше. Но чудеса не прекратились. Павлику сделали операцию, и его мать с радостью сообщила Ульяне, что ему все-таки спасли глаз. Это было настолько для его мамы радостью. И, конечно же, я тоже была рада за него очень, потому что переживала за него очень. И тогда в тот момент это были не слезы того, что что-то произошло, что-то случилось. Это были слезы радости. Их выписали в один день. Ульяне еще было время, чтобы сдать документы для поступления в высшее учебное заведение. Тесты, которые написала почти ничего не видя, оказались довольно успешными. И мечта девушки сбылась. Сейчас у меня практически нет проблем со зрением. Я поступила, куда хотела. И все мои мечты, которые рушились, все исполнились. Даже более того. Моей мечтой было также играть в театре УГИ. И эта мечта тоже исполнилась. Занимаюсь творческой деятельностью в театре. И слава богу за то, что он такой, что он рядом. Ходят официанты белых пищаток. Ты ходишь, ходишь, а толку нет. Что ты? Ай, ешь ты. Ай, ешь ты. Субтитры создавал DimaTorzok